Выставка «Великая степь. История и культуры» открылась в Ташкенте. Она приурочена к официальному старту мероприятия в рамках года Казахстана в Узбекистане. Экспозиция развернута в крупнейшем государственном музее искусства. Главным экспонатом стал «Золотой человек». Однако здесь можно увидеть и другие уникальные артефакты. Обо всем подробнее расскажут мои коллеги. Сегодня о «Золотом человеке» знают не только в Казахстане. А все благодаря международному проекту «Шествие золотого человека» по музеям мира. Экспозиция уже демонстрировалась в Белоруссии, России, Азербайджане, Китае, Польше и Южной Корее. Цель проекта – познакомить жителей других государств с богатым историко-культурным наследием Казахстана. В эти дни Сакского война представили в Узбекистане. Эта выставка для нас откроет абсолютно новый Казахстан. Она откроет новые грани кочевой культуры Казахстана. И, безусловно, это будет обогащать и нашу национальную культуру. Почему? Потому что на современном этапе только диалог культур может способствовать рождению шедевров искусства. И я думаю, что именно политический фон, благоприятный политический фон, который создан благодаря усилиям руководителей наших стран, он способствует активизации культурных связей. Помимо «Золотого человека» на выставке представлено больше ста экспонатов Национального музея Казахстана. Среди них уникальные археологические находки из сакских курганов. Мы даже не представляли, что в степях Казахстана могут быть такие сокровища. И какие люди это все сделали. Такое все красивое, необычное, такая тонкая работа. Мы очень удивлены этим. Узбекская сторона встретила нас доброжелательно. Они также обещали открыть выставку со своими культурными экспонатами и у нас. Мы уже подписали меморандум. Выставка проходит в Государственном музее искусств Узбекистана. В течение месяца жители и гости столицы смогут насладиться уникальными произведениями древних и средневековых мастеров Великой Степи. Вскоре организаторы проекта планируют познакомить с культурным наследием казахского народа жителей США, Италии, Австрии, Франции и Германии. Асель Жамбаршек, Канаджин Узбеков, Темир Исмаилов, Хаба-24, Узбекистан.